Мир, похожий на мечту, под таким названием в Вятском Кровическом музее открылась выставка картин Надежды Маркуновой. Представленная роспись по ткани настолько солнечная и теплая, что кажется способна растопить любой лед и в сердцах, и даже за окном. С автором встретился Иван Швецов. Искусство украшать ткани, расписывая их ручным способом, возникло в глубокой древности и актуально по сей день. Батик – очень женское искусство. Еще в древнем Шумере, Перу, Японии и Шри-Ланке батиком занимались исключительно женщины. Каждая незамужняя девушка должна была сама сшить и расписать свое свадебное платье. Для народа Индонезии умение рисовать по ткани означает то же, что для русских и украинцев умение варить вкусный борщ. Не умеет девушка рисовать – плохая она хозяйка. Кстати, этимология слова «батик» тоже указывает на его восточные корни. С индонезийского «ба» переводится как «ткань», а «тик» – «капля». Вот и получается ткань, расписанная каплями. «Батиком я занимаюсь 13 лет. А почему выбрала, даже сама не знаю почему. Но мне всегда по ткани было интересно поработать. В общем-то, я не скажу, что. Моя техника – это батик. Это не чистый батик. Это роспись по ткани сложная. В своих работах Надежда Маргунова использует особые грунты, полуобъемные и объемные материалы. Постоянно экспериментирует с формой и содержанием. А вдохновение художница черпает в поездках по всему миру. Два года подряд летом я езжу в Италию. У меня живет там дочь. И частенько мы заходим к ее другу Марка. Я просто нарисовала его дом, его веранду, с которой видно Тиренское море. Шанс увидеть прекрасные пейзажи, морские зарисовки и цветы сказочного мира есть у многих кировчан и гостей города. Выставка «Батика» будет открыта вплоть до мая 2013 года. Иван Швецов, Денис Тружков, Вести, Киров.